Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, опять же, что это для вас привычное занятие. По вечерам будней с 8 до 10 вы обязательно прикованы к своим радиоточкам, потому что здесь происходит что-то интересное. Программа «Живые» как водится с 8 до 10 вечера. Как всегда здесь живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу-беседуем, песни о нем поют, разговор разговариваем. Ну, в общем, проводим время хорошо, культурно и, надеюсь, с пользой для всех. Есть традиция у нас, она давнейшняя традиция. Прежде чем музыканты начинают говорить, они играют что-то из своего репертуара так, чтобы, ну, в некотором смысле, музыкальную заявку сделать, если это молодые музыканты. Или же ударить сразу по мозгам, если это музыканты уже давным-давно известные. Вот как сегодня, например. Итак, сначала песня, затем разговоры, и затем я уже представлю коллектив. Как всегда живой звук в программе «Живые». Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Да теперь решено без возврата, я покину родные края. Уж не будут листвой крылатой, надо мною свинеть тополя. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помирить знать судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть обрюск он и пусть о дрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит жар знает как, И я иду головою светясь к пенюмкам знакомый кабак. Субтитры создавал DimaTorzok Шум и гам в этом логове жуткам, и всю ночь напролет до зари. И я читаю стихи проституткам, и с бандюками жарю спирт. С двенадцать все чаще и чаще, и уж я говорю, не попадь. И я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помирить знать судил мне Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Вот за что люблю этих людей, за то, что безотказные практически. Спасибо огромное, что именно с этой вещью мы начали сегодняшний эфир. Здесь группа «Монгол Шоудан», «Валерий Скородет», «Гитара», «Вокал». Вот в этот микрофон, Валерийск, пожалуйста, да-да-да, да, вот сюда. Иначе там тебя слышно не будет. Да, здравствуйте, добрый вечер всем слушателям своего радио. Всем привет. Дальше у меня просьба будет к музыкантам, ну, хотя бы раз за эфир подойти к микрофону, просто поздороваться, чтобы вас слышали ваши голоса. Вячеслав, правильно, Ядриков? Ядриков. Добрый вечер. Это он. Бас-гитара. Гитара Сергей Крючков. Всем привет. Евгений Петмаков, клавиши. Сейчас надо дойти только. Всем привет. И вот кому никуда идти не надо, а просто немножко левее себя потянуть к себе микрофон, это будет... Потяни к себе, не тяните к нему. Да, вот этот, 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 конечно. Алексей Быков, это барабанщик коллектива. Огромный привет всем. Привет, привет. Вот, это, собственно, и есть группа «Монгол Шудан». Сегодня за звукорежиссерским пультом звукорежиссер коллектива Глеб Горшков. Так что все, что называется, в сборе, все в полном составе. Почему я попросил меня с этой песни начать? Ты знаешь, мне казалось, и мне часто так кажется, что не знать группу, ну, в данном случае не только «Монгол Шудан», а в принципе группу, практически невозможно. 25 лет. Сколько лет группе? 25 же? Больше, наверное. Ну, 25, 20, ну, около 26 там как-то с копейками. Мне кажется, всегда музыканты чуть-чуть себя моложе хотят видеть, поэтому чуть меньше себе дают, чем есть. На самом деле, ну-ка, это нормально, это нормально, это совершенно, это естественно. Да, и вдруг первое же сообщение под анонсом в группе. Здравствуйте, а как давно существует ваша группа? А с чего все начиналось? Почему вас толкнуло в это русло? Я вдруг подумал, что среди аудитории есть много молодых людей, которые, возможно, родились как раз в тот период времени, когда модной стала немножко другая музыка, и поэтому как-то вот, как-то мимо это прошло. Но именно с этой песни я просил начать, потому что мне кажется, что эту песню знает любой гражданин Российской Федерации. Вот просто любой. Нет тех людей, которые не знают эту песню в исполнении группы «Монгол Шудан». Так что начали мы, как мне кажется, правильно. О, такая совсем не новая песня, звучит свежо, пишет Юлиусова, например. А кто-то даже тут заинтересовался. Интересно, а есть такие, кто, слушая эфир, не узнал группу по вот этой песне? Валерий Захаров написал. Ну, в общем, совершенно логично и определенным образом понятно. «Монгол Шудан» — это те люди, которые меня в свое время потрясли тем, что у них нет качественных записей. И я с удовольствием поставил бы в ротацию эту группу с радостью. И причем у меня руки горели, дайте ваших песен. Я хочу, чтобы вы звучали в эфире своего радио. И тогда Валерий сказал, ну, у нас нет хороших записей. Я вообще подумал, ну, ешкин пистолет. Как же вы не заботитесь-то о себе? Но сегодня ситуация исправлена. Правильно? Ну, да. На сегодняшний день, да. Без ложной скромности я замечу, что действительно это так. Мы за весьма небольшой период, в общем, переписали все наши хиты, которые могли бы звучать на радиостанциях, ибо всем известно, что мы коллектив, который, в общем-то, никогда не гнался за популярностью, или там, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Как же зря-то ее. Мы все в народ, в народ отдавали. Мы все ближе к людям, так, к земле. Вот. Потому что мы родились и создались в тот период, когда гремели такие группы, как ГУ, как Сектор Газа, ХЗ. Не буду продолжать. Правильно. Спасибо. Вот. И, собственно, это... Да еще там с десяток наберем всемирно известных по России, имеется в виду, групп, которые, в общем-то, занимались этим... Безобразием. Безобразием, да. Да, потому что тогда, замечу, радиостанций не было вообще. То есть, как говорится, по телевизору было три канала, и было две радиостанции. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Туда попасть было совершенно невозможно. В зарубежную эстраду, конечно, невозможно, а ты же не зарубежный исполнитель. Ну, что ты? Какой-нибудь голубой огонек какой-нибудь вот попасть. Это по телевидению, это все, это утренняя почта. Ну, да. Я говорю про радиостанции, что, допустим, там... Тогда не было радиостанции, я говорю, по телевизору, который давал хоть чуть-чуть. С музыкой, но так редко. И так это было прям вот... Вообще, все бежали смотреть на это дело. Это было невозможно. Мы первый раз попали в телевизор, по-моему, в году. А нет, мы попали, сейчас расскажу, очень интересная история. Мы, значит, когда разгромили Белый дом из танков, да, в общем-то, они решили... Хорошее вступление. Ну, у нас как всегда. Вот. Они решили сделать рок-концерт, в общем, да. И каким-то образом пригласили нас, потому что у всех на устах тогда был... Был Монгол-Шудан, Монгол-Шудан, анархический батальон, ля-ля-ля-ля. В общем-то, все эти панки на танках, в общем, сидели, распевали наши песни. В общем, администраторы этого всего безобразия нашли нас. В общем, мы сказали, ну вот, вам надо выступить, значит, минут 40. Вот, и мы приехали, ну как же, ну, мы же так, это... Раньше не было разделения на своих чужих, да, как говорится. Все делали какое-то общее дело. В общем-то, мы тогда не вникали в никакую политику, и да и сейчас не особо. И вот мы, приехав туда, в общем-то, бродили-бродили около сцены. И вдруг заметили, значит, взъерошенного, значит, такого администратора, который... Какая-нибудь есть свободная группа, вот перерыв же невозможно, туда-сюда скажут. Вы кто такие? Мы, Монгол-Шудан. Быстро на сцену, короче. Мы воскакиваем на сцену, рубим свои отвратительные песни, в общем-то, да. И в это время нас просто прямым эфиром, прям телевизор, прям вот все, все, что у нас... То есть там ты не смотрел на 12+, на все дела? Нет, понятно. Я высказал все, что я... А потому что у меня других и песен-то не было, в общем-то. Москвы, кстати, тогда не было, между прочим. Мы ее через год записали, вот. И потом выяснилось, что опоздал Юрий Лоза, а он должен был быть. И оператор, который включил камеру, ему было все равно. Ему сказали тайминг, надо врубить все, он врубил все. И вместо него показали, в общем, нас. И с тех пор Лоза вас недолюбливает? Нет, мы с ним не знакомы, если честно говоря. Не знаю, ну, мы же коллеги, как мы друг другу можем не... Просто форс-мажорное обстоятельство такое, как говорится, да. Ну, мало чего. Ай, браво. Я знаю, что, в принципе, с Монголшудом много чего связано, и много есть каких-то моментов, и, собственно говоря, исторических фактов, которые следовало сегодня упомянуть, мы это сделаем. Обязательно я сообщу, как с нами связываться. Это важный момент. 46-47, это коротенький номер для ваших смс-ок. 46-47. Сначала пишите «свои», причем неважно, кирильцы или латиницы, делаете пробел, а дальше ваше сообщение. Без префикса «свои» оно может уйти куда-нибудь в другое место, поэтому не забывайте об этом. Группа, официальное сообщество своего радио ВКонтакте, там тоже все просто, VK.com, слэш, со своей радио Московой, одним словом. Там давно уже выложен анонс, очень красивая фотка, кстати, такая. Мне интересно, кто делал эту фотосессию, где все такие... Ну, не все, почему-то четверо только. Ну, неважно. Ну, я имею в виду, все люди, которые на этой фотографии, такие все нормальные, такие брутальные парни в красивых красно-черных майках. В общем, красота. Красота. Да, так вот, под этим анонсом уже много чего написано, а в самом анонсе название коллектива, группа «Монгол Шудан» выделена синим, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы моментально оказываете у них в сообществе официальном, становитесь частью этого сообщества, становитесь частью этой музыки. Чаты. Один из них работает на сайте своего радио, своерадио.фм. Там прямо справа видно чат. Большими три буквы. Слово из трех букв. Чат. Там можете отписываться тоже. Кроме того, есть плеер сверху, в нем онлайн-аудио. Это чтобы слушать просто эфир, онлайн-видео с синим кружочком. Это чтобы смотреть. Кликаете на этот кружочек, и вот-вот вы в картинке, которую нам предоставляет Планета.ру. Спасибо огромное этой замечательной краудфайдинговой платформе. Там же чат тоже есть, в котором также можно отписываться. Это все, что касается коннекта, хватит. Теперь надо бы, наверное, к песням. Пора бы, да? Что-то мы заболтались. Ну, как скажете. А дальше уже ваша программа, ребятки. Наша программа. Ну, раз мы заговорили о известных песнях, в общем, мы вам как раз и сыграем одну из вещей, которую мы играли тогда на руинах Советского Союза, в общем-то. Она тоже широко популярна нашей целевой аудитории и является какой-то определенной визитной картой. Называется она «Краткая емка. Мама анархия». Да, как всегда, живой звук в программе «Живые». Субтитры создавал DimaTorzok Мама анархия. «Мама анархия». «Мама анархия». Я зарубил офицеры в траншеях, «Кринь его знает, чего хотела, не проси у черного благопрощения, как всех распятала, ты их и провел. Эх, председатель сельсовета, хотел убежать в темные ночи, хоть черный, хоть красный, хоть синего среда, все цветы просто напрочь мочи. Вот в доле вечер на сутенцы скачетой, «Мама, держи меня». Я твердо знаю, но такая задача попал, запеняй на себя. Мама анархия. 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 А ждали все лозу. 46-47 – это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробильтика, дальше уже все, что хотели бы написать. Знаешь, чего? Вот интересная мысль, ну, то есть, что мы, воспоминания. Если я правильно помню, а могу ошибаться, попросить меня, если что, первые, знаете, как у этой, у Масяни, компакт-диски, первые компакт-диски в Советском Союзе еще тогда, если я не ошибаюсь, как раз таки и были компакт-диски группы Мангл Шуда. — Да. — Скромно сказал Скородец. — Истинная правда. — А крутить их было не на чем. Диски выпускались, а проигрывателей-то не было в стране. — Да, история говорит о том, что где-то под Свердловском, тогда еще назывался Свердловск, какие-то предприниматели, я не знаю, как это случилось, но они выкупили оборудование за дешевку, которое штопает вот эти вот лазерные диски так называемые. И в то время у нас был директором, как бы это ни показалось странным, личный фотограф чернокожей певицы Уитни Хьюстон Брайан Гонье. У него была фамилия, в общем-то. И он с нами здесь проволандился два года. — Ну, хорошая фамилия какая. — Гонье? Ну, не знаю, может он... — Ну, какой-то он Гонье. — Ну, главное, что его звать Брайан, в общем. — А, это лучше. — Да, это получше уже, да. — Да, он чистый американец, в общем-то, он приехал сюда, и первого, кого он встретил, встретил нас на вокзале, и решил с нами затусить. В общем-то. Он нам открыл правду в глаза, что вот это-то сюда, вы занимаетесь не тем. Мы как раз заканчивали альбом, вот, и вставал вопрос о том, на каком носителе вы его выпустите. Естественно, я стоял кассетой, кассетой, кассетой. — Король кассетный. Так кто у нас? — Да, да. — Мангол Жудан. — Да, Мангол сам был королем кассет, вот. И, ну, Брайан говорит, нет-нет-нет, ну что, это прошлый век, надо найти лазеры, лазеры, всё. И, в общем-то, мы пошли на действительно рисковый шаг. В общем, мы заказали у них две тысячи экземпляров вот этого лазерного диска. Нам произвели эти коробки, которые там стояли до потолка, в общем-то, громоздкая пластмасса была раньше. Вот. И всё. И мы её поставили в угол. — И смотрели. — И смотрели на неё. И потихонечку раздавали тем, кто к нам приходил проводить вечера. Вот. Не знаю судьбу дальнейшей всей партии, в общем-то. Знаю о том, что крутить было не на чем, в общем-то. — Так и закатывали-то с кассет, как я понимаю. — Да. — Записи других не было. Взяли копию кассетную, закатали это дело на лазерный диск, типа вот компакт-диск. — Ну, походу и так, да. Да, да, действительно так было, да. Вот. А потом мы ещё не то, что были королями кассет, но ещё мы были, значит, королями пиратов, так называемые, потому что пираты, когда узнали, что можно здорово нажиться, так сказать, на вот этой вот анархо-рок-группе, в общем-то, они смекнули, что дело пахнет керосином, и срочно напечатали, значит, такие же где-то компакт-диски, которые продавали на Горбуне, как сейчас помню, в обычном пластмассовом пакетике прозрачном, просто диск лежит и всё. На нём таким чёрным был написан «Собачий чушь, монгол шудан». Шёл он по доллару вообще, потому что никому не нужен был, но раскупали его все, потому что ну раритет же, как говорится там. Вот. И, собственно говоря, так мы и прославились. Альбом крутой, а денег мы не получили, в общем-то, как говорится. Ну всё дело. Такая была история. Да с вами вообще много хохом связано, особенно я всю жизнь буду помнить, дорогие у тебя кассеты, да. Если потом захочешь, расскажи эту историю с нами, её можно слушать миллион раз. Андрей Демьянов пишет. Ребята, всем привет. Помнится, когда-то ходили слухи по поводу трибют альбома «Монголов». Есть ли какая-то информация по этому поводу и как группа вообще относится к каверам на свои песни? По скриптуму «Чёрной шали» не будет в программе сегодняшней? Можешь не отвечать на вторую часть вопроса, уж не знаю, у тебя своя программа. А что касается трибюта, были слухи о том, что кто-то готовит трибют на вашу песню? Ну, я лично знаю три или четыре группы, которые сделали кавера на нашу песню. это эта группа, а перечислять можно, да? Конечно, естественно, можно. Ну да, здесь же всё-таки русский рок. В общем, значит, здесь все свои. Да, первыми, по-моему, прописались эта группа «Дистемпер». Они как раз записали «Мамо-Анархию», вот что я говорю. Вот, потом группа «Неведь» такая есть, в общем, да. Вот, они прописали песню «Ва-Ва-Ва», вот, и Дмитрий Судзиловский с товарищей, не запомнился, 13-е созвездие, вот, они записали полиметрию, в общем, в своих видениях, вот. Больше я, в принципе, как бы и не знаю, потому что, ну, мне присылают там, как правило, видосы, где, значит, сидит, значит, пьяный молодой человек и просто на коксистической гитаре, короче, лобает Москву, вот, и все дела. А вот группа «Знаки» на белом коне. Да, группа, извиняюсь, группа «Знаки», да, она сделала на белом коне песню, вот, и больше я пока не знаю. В принципе, я отношусь к этому, ну, почему нет, ну, если люди хотят, то с удовольствием. Чего-то прям заскромничал. Я не заскромничал, я просто задумался о том, что, действительно, вдруг не поднять ли нам грязную истерику по этому поводу. То есть, вообще, объявить, как бы, после одного события другое. И вот так плавно покатиться по всем волнам шоу-бизнеса. Давай о событии объявим, это важно. Давай. Хорошо. Значит, буквально через неделю, 22 октября, мы решили справить, мне на 5 скромничать надо, как бы, мне исполняется круглая дата, мне 50 лет, вот, и, значит, мы решили сыграть просто юбилейный концерт по этому поводу. вот, и мы, собственно говоря, собрались, придумали всевозможные штуки, вещи и все, что с этим связано, чтобы это провести. Вот, значит, позвали группы, которые нас поддержат, если их можно перечислять, я перечисляю. Да, можно, ну, конечно, Валер, ну что? Да, это опять же группа Знаки, да, потому что они, естественно, поют нашу песню, группа ХЗ, о которой я упоминал уже, да, вот они согласились с нами играть. Спасибо, что такой форменный. Да, и группа Тайм-аут, мы с ними как-то одно время шли, значит, бок о бок, рука об руку. Так вы здесь и в эфире, в общем, бок о бок, они недавно были здесь? Недавно были, да? Ага, хорошо, вот, и примет еще участие такая сейчас очень-очень сногсшибательная банда, называется План Ломоносова, вот, они, все будут играть где-то по часу, они в ротации своего родина находятся, кстати. Вот сейчас ты вот рассказываешь про группы, План Ломоносова в ротации, тайм-аут в ротации, знаки в ротации, ХЗ не в ротации, но, Монос, и мы тоже, а вот, да, и записи будешь в ротации, мы с тобой сколько об этом времени? Будут, будут недельки через полторы. Отлично, не забудь, пожалуйста, потому что мы когда говорили об этом, я, честно, до сих пор у меня воспоминания об этом самые-самые, вот, скажем так, вот, неприятные, когда, ну как так, группе столько лет, столько роскошных песен, а записей качественных нет, все, теперь есть, теперь я могу пообещать аудитории, что в скором времени группа, да, Магул Шудан появится в постоянной ротации в эфире своего радио. Мы обязательно пронесем, тем более, что, ну все, там остались какие-то вот доработки, вот сведения, просто предсведения, мастеринг, вот эти вот вещи, в общем-то, так, в принципе, все прописано. Замечательно. Давай пить, что будет? Я забыл сказать, что это будет происходить в клубе, который называется Space Moscow, в общем-то. Начало в 7 вечера, в общем, ждем всех, приходите, ну, оторвемся, будем так говорить. Анархоугар сплошь и рядом, так написано. Ну да, у меня когда спросили, что написать, а у меня в голове ничего не крутилось, кроме сплошь и рядом и угар. Вот поэтому, вот. Я потом, да, расскажу про это. Угаром-то чем-то на паука похоже, немножко. Ну, угаром только. Только угаром. Ну, да, угаром. Что дальше-то будет? Ну, давайте мы будем чередовать. Одну, как говорится, забойную вещь, одну более растяжную. Хорошо. Ну, например, мы сейчас сыграем вам песню, которая называется «Что-то стало со мной». Да. Вот. Только микрофоны не путай, пожалуйста. Вот, да. Чтобы тебя слышно-то было. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня Монгол, Фудан. Поехали. Поехали. Положи меня в кровать, Я сегодня сам не свой. Надоело воевать, Что-то сталося со мной. А в степях горят огни, Где-то мечется разъезд, Ветер пулю уронил И пробил нательный крест. А помирать сегодня жаль, Тот-то славный был денек, Мне сегодня спела сталь, Мне сегодня выпал срок. И слетел с коня в траву, Начал землю обнимать, Мне досталось наяву, Только небо увидать. А в небе пухнут облака, Небо шепчет мне опять Лишь знакомые слова Что свободы не отнять А надо мной склонился конь Прошептал свою любовь Облезал мою ладонь Не пришлась по вкусу корать Что досталось матерям Под иконами портрет И разломанный баян В бане ржавый пистолет Положи меня в кровать Я сегодня сам не в свой Надоело воевать Что досталось со мной 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо сидим, ребят. Хорошо сидим. Вот здесь есть в чате на планете сообщеница. Я считаю, необходимо его зачитать. Привет, Семен из Саратова. Прошу тебя передать привет гитаристу Сереге. Серый, давай, подпись, папа. Чёрт, что ж-то? Папе привет. Так иди, папе привет, передай. Кстати, не так давно... Давай. Папе привет. Это реально папа? Ты меня видишь? Ну, как зовут? Наверное, да. Не так давно мы с ним смотрели эфир группы Харизма. А, ну да. Значит, папа, да? Где играет на барабанах... Помните тем, кто не видел этот эфир, что вы много потеряли. Даже не сам эфир, а за 15 минут до эфира происходило действо интересное. Ну, ты же видел, да? Нет, я как раз... Я как раз писал в этот эфир в конце «Привет Максу Теллиону». Я проспал всё и проснулся за 10 минут до конца эфира. За это брат обещал сегодня тоже не смотреть. А, да. Ну, хорошо, замечательно. Значит, тогда будем считать, что Макс тебя не смотрит. Папа смотрит один, как он написал. Возможно, действительно это так. Хотя я думаю, что здесь есть какая-то... Какая-то такая, знаешь, подтекст какой. Обещал не смотреть, а сидит смотрит. А папа уговорил сказать, что не смотришь, чтобы ты нервничал больше. Такое может. Хорошо. Очень большое сообщение, но надо его, наверное, зачитать, потому что здесь очень много знаковых вещей. Пишет Александр Кирьянов. Второй раз за неделю, первый был тайм-аут, в понедельник был тайм-аут. В студии... Или во вторник? Во вторник, да? Во вторник. В студии знаковый для меня коллектив, пишет он. А потому уж не сетуете, не получается написать сообщение коротенькое. В отрочестве... Да издалека начал чать. Когда в нашей неформальной тусовке многие стали осваивать игру на гитаре, кухонные посиделки стали проходить много веселее. Ну, и я старался от всех не отставать. А что игралось тогда, когда еще не было группы Король и Шут, позже ставшей регулярным поставщиком гитарных хитов для таких посиделок, игрались произведения великолепной четверки «Могучие кучки». «Кино», «Чаев», «ДДТ», «Нау». Группа «Алиса», конечно, тоже была любима, но на кухнях-то как-то не очень игралась. Песни «Калиного моста» и «ГО» игрались, но многие тексты были трудно запомнить. Появившиеся позже песни «Аквариума» добавили нашим посиделкам степенности и салонности. Словом, репертуар был хоть и всеми любимым, но постоянным. Заведомо было известно, что мы, собравшись в компании, сыграем, услышим и хорошо споем. Но был у меня козырь в рукаве. И как было славно во время посиделки неожиданно вынуть этот козырь, жахнуть им, чтобы все растерялись, удивились и стали в восторге хлопать по плечу. Этим козырем была песня «Махну». Как бы в то время я красиво косо не играл на гитаре, но услышав эту песню в программе «А» и записав ее с телевизора на магнитофон «Романтика-306», довольно скоро при... Я рисую себе эту картину. Довольно скоро прилично ее подобрал и, научившись внятно и одним словом петь «Пуля, дура, не беда», я с этим монгольским номером неизменно имел успех, ангажемент и срывал овации на всякой неформальной кухонной посиделке. Важно было эту песню вовремя ввернуть. Правда, позже я выяснил, что одну строчку в песне я расслышал и пел неправильно. Но это уже мелочь. Увидев в начале недели среди участников программы «Живые Монгол Шудан», я на протяжении всей недели нет-нет, да и думал, чтобы спросить такого участников любимой группы, коль подвернулась такая любезно предоставленная своим радиоаказия. И к концу недели, к своему немалому изумлению, понял, что хочу задать музыкантам единственный, самый любимый музыкантами и прочими творческими личностями вопрос, который при личной встрече не задал бы никогда ни одному музыканту. То есть на меня сейчас сваливает. То есть я при личной встрече с тобой буду задавать его вопрос, понимаешь, ни одному музыканту. Потому как предполагаю, что ответить на этот вопрос вряд ли у кого-то получится точно, искренне, даже если музыканты будут предельно откровенны. И главное так, как оно на самом деле есть. Да и в целом этот вопрос мне почему-то всегда казался не совсем корректным. Что-то сродни с вопросом о личной вере. Ну, понимаешь, что он сейчас делается? Ну, именно музыкантам группы «Мангол Шоу Дан» мне этот вопрос задать очень хочется. Разумеется, это вопрос. Барабанная дробь. Откуда вы черпаете вдохновение? Считаю в вашем случае этот вопрос действительно корректным. Горную выработку потому и называют выработкой, что она вырабатывается, вырабатывается, однажды вырабатывается окончательно. Но ваша анархическая выработка кажется неисчерпаемой, хотя, казалось бы, сколько там квадратных метров гуляй-поля? Много? Много. Но, тем не менее, за более чем 20 лет существования коллектива все можно проскакать вдоль и поперек, порубиться со всеми противниками и покутить во всех придорожных корчмах и трактирах. Но вы-то неисчерпаемы. И в чем тут дело? Парадокс, феномен, чудо? Лично мне непонятно. Фух. Нормально так. Полотно. Целый трактат. Полотно. Так вот, откуда же, Валера, вы все берете вдохновение? Вдохновение, видимо, придется отвечать за себя, потому что, в общем-то, я в группе являюсь ответственной за текст. А они уже никуда не могут деться, я понял. Ну уж, остальная группа... Мама смотрит, пишет. Да. Извини, Валер, пожалуйста. Человек попал в приличную компанию. Ну да. Так вот, все-таки надо ответить человеку. Он не зря старался, столько писал. Вообще, честно говоря, я ждал другого вопроса от него. Что он там не расслышал одну строчку, и как бы он сейчас меня попросит, чтобы я правильно сказал, как она все-таки звучит. На самом деле, как и любой творческий человек, я черпаю свое вдохновение. Как я люблю говорить, значит, что... Я люблю открывать окно, и в это время в распахнутое окно залетает муза такая, значит, полуобнаженная женщина с крыльями за спиной. В общем, она меня, значит, обнимает. Мы с ней разговариваем, и, собственно говоря, она мне нашептывает некие, так сказать, вещи, которые я потом воплощаю на бумаге текст. Ну, а музыка уже это, она во мне просто сидит, потому что я, как говорится, я вообще, мне кажется, музыкантом. У меня и родственники какие-то были, и в седьмом поколении, по-моему, там, кто на трубе барабанил, кто... На барабанах трубил. Ну, можно и так сказать. Вот, поэтому на этот вопрос, если честно, не ответит никто, кто делает, потому что все лукавят там. Например, кто-нибудь скажет там, ну, я вот открыл, например, Томик Сергея Есенина того же, да. Оп, а раз, и кам, и оп, вот, хоп, вот сюда. Пришло. Пришло, да. Я же могу сказать, что я когда открыл Томик Есенина, мне просто попало стихотворение, я просто написал музыку. Всё. Вот, поэтому не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, ты долго отвечал, в принципе, по-моему, ответил. Ну, я попытался как-то... По-честному. По-честному. Ну, он долго писал, я долго говорю. Окей, да, пауза действительно была сейчас без музыки долгой, но сообщение само по себе огромное. Да. Давай-ка споём, что это будет. Споём. Значит, ну, значит... Я даже не знаю, что это будет. Ну, давайте... А давайте мы узнаем, что споём. Не, не знаю пока. Ну, давайте я вот сейчас... У меня вот есть тут шпаргалка. Значит, мы подготовили с Женей песню, в общем, которая называется «Радуга», вот, с клавишами. Чтобы было поинтереснее, а то мы всё к вам с гитарами, да с гитарами ходим, в общем. В следующий раз вы когда нас позовёте, там, через какое-то время, мы вообще с духовыми припрёмся. Да ладно? Да. Обалдеть. Решили мы создать и вернуться к своим корням. Вот это круто. Вот это круто. Да. А начали мы сейчас потихонечку, в общем-то. Вот прежде чем ты начнёшь... Семён, прошу отдельно поблагодарить Скородеда за приглашение Серого в группу и привет всем монголам. Это папа с мамой пишут. Ну... Серый, за тобой присмотр, я смотрю. Присмотр. В общем, спасибо тебе от родителей, Серёга. За него попросил какой-то саратовский музыкант, в общем-то. Он мне написал, сказал, что человек пропадает в славном городе Саратове. В общем-то, как говорится, возьмите его туда-сюда. И подвернулось так, что пришлось с ним связаться. Смотри, Серёга, пришлось. Да. Оправдывать надо. Но, к сожалению, Сергей в этой песне отдохнёт, поэтому он может так сходить, покурить, в общем-то. А мы попробуем вам вот этот шедевр импровизационно, так сказать, сыграть, в общем-то. Спасибо. Итак. Монгол Шудан здесь сегодня. Я гуляю, шляюсь по радуге, радуга светит огнём. Вниз я смотрю, там, мужчина, я снизу возьмёт. Радуга светит и светом магическим в небе пробила в район. Мне бы ту дверь уже поздно, туда мне нельзя. Плавится радуга, капли истекают, и каждая капля светом играет. Светом смертельным, светом ужасным, светом безумным, светом опасным. Вниз хищат капли синего цвета, зальёт всё водою, и кончится лето. Утонут все рыбы, люди и звери, откроются в ад. Деревянные двери, я гуляю, шляюсь по радуге, радуга светит огнём. Вниз я смотрю, там, мужчина, я снизу возьмёт. Радуга светит и светом магическим в небе пробила в район. Мне бы ту дверь уже поздно, туда мне нельзя. А жёлтая капля сползет, будет ярко, всё полыхнёт, кругом станет жарко. Скорее-то в огне даже черт из кастрюли останется степь с оплавленной пулей. Зелёная капля сделает хуже, всё зарастёт, а наш ой станет нужен. С красную каплю шприц и иголка, магу убьёт, всё, святая соломка. Я гуляю, шляюсь по радуге, радуга светит огнём. Вниз я смотрю, там, мужчина, я снизу возьмёт. Радуга светит и светит и магическим в небе пробила в район. Мне бы ту дверь уже поздно, туда мне нельзя. А белые капли убьют моментально, особенно русских. Это ментально речка из водки. Кого ты взрастила? Полууроды и четверть дебила. Плавится радуга, капли стекают и под ногами всё исчезает. Я вижу внизу всю эту арабу и падаю вниз сам на расправу. Я гуляю, шляюсь по радуге, радуга светит огнём. Вниз я смотрю, там, мужчина, я снизу возьмёт. Радуга светит и светом магическим в небе пробила в район. Мне бы ту дверь уже поздно, туда мне нельзя. Мне бы ту дверь уже поздно, туда мне нельзя. Мне бы ту дверь уже поздно, туда мне нельзя. Самое-то интересное, сюрприз-сюрпризом, народ радуется, говорит, только я эту песню попросить хотел, и вот она теперь звучит. Знаешь, за что я тебе хочу сказать спасибо? Ну, за многие вещи, конечно, и за творчество, безусловно, и за характер, той потрясающий, за отзывчивость. Но еще за то, что ты не смотришь на всякого рода стереотипы тупые. Сейчас мало кто из рок-музыкантов решился бы петь песню с названием «Радуга». По разным причинам, которые, по-моему, очевидны. Меня лично это как раз-таки напрягает, что сейчас люди стали использовать, я вполне серьезно говорю, терминологию, которая всегда была абсолютно безобидна. Есть такая программа «Голубятня» у нас в эфире, потому что ведет ее Андрей Голубов. Если бы вы знали, сколько было от всяких тупоролов, ну и название себе придумали для программы. Я говорю, повернись спиной к зеркалу и плюнь туда, вот чтобы понятно было, какое название ты сам себе придумал. Почему люди, вот как ты думаешь, настолько сейчас странно вообще относятся... Два мужика идут по улице в обнимку, все думают, что голубые. Они просто друзья. Раньше я с пацанами в подростковом возрасте, мы ходили в обнимку, гуляли, вопросов не возникало. А сейчас как-то смотришь, смотрят другие, думают, почему так все происходит, объясни мне. Вот сейчас закончим эфире, я могу сказать, ну все, мы кончили, мы пошли, будьте здоровы. Скажут, чайка пошлит. То, что слово «кончил» в русском языке существует по другому поводу, все уже забыли. Ну, во-первых, смею заметить то, что, значит, наша история, история России, значит, после 17-го перевернулась напрочь, и, так сказать, она была опоясана всевозможными лагерями, в общем-то, и треть, а может даже и четверть народа просто сидела, так скажем, в этих лагерях. Естественно, лагерная тематика, она говорит о том, что, ну, понимаете, человек, который надолго, а тогда были десятки, 25 лет, да, надолго лишен, как говорится, видения прекрасного мира, да, прям так скажем. Конечно, там, значит, он поддавался влиянию вот этого всевозможного, так сказать, мировоззрения, да, определенного. Семен, ты мне напомнил одну очень смешную вещь, ну как она, я не знаю, смешная ли она или нет. А, сейчас посмотрим. Ты мне только что сейчас рассказал про мужика, который идут в обнимку, так вот я вот тебе расскажу такую историю. Как-то раз гастролирую в славном городе Байкальске, в общем-то, мы, значит, Глеб, да, засмеялся, да, мы, значит, пошли, так сказать, ну, а там уже часов 8 или 20, а там вообще огни не горят, эти уличные, темно и страшно, в общем-то, и мы пошли втроем, значит, ну, так сказать, продолжать, ну, так, ну, все понимают, о чем я говорю, в общем-то. Нет. В магазин. В общем-то. Я не понимаю. В магазин. Куда идти ночью без фонарей? Зачем идти в магазин? Да понятно. Ну, понятно, зачем, да. Да понятно уже. А так как, значит, Глеб и еще один участник нашего коллектива был, ну, так скажем, не особо они держались на ногах, короче, они шли домиком, да, вот, поддерживали друг друга, да, и вот так вот обняешь. И также они, значит, этот Святая Троицына, я, кстати, тогда прям держался как кремень, в общем-то, я захожу первый, они, значит, за мной вот так вот, да, и там стоят какие-то, значит, вот, я не знаю, как, урила или как их назвать, в общем-то. Они поповорачивались, знаешь, значит, это как, вы чё, ну, и дальше следует нецензурная лексика, в общем, говорят, вот, мы кое-как от них отбились. Вы чё, три-два раз? Да, вы чё, три-два раз, что ли, это здесь вот появились, мы вас, как бы, таких не знаем здесь, короче, там, типа, вот, кое-как отбрехавшись, значит, мы взяли то, что нам причитается и удалились в освоясье, вот, то есть я хочу сказать, что если уж до Москвы добралась такая тема, К сожалению, да, к сожалению, да. Да, то тут уже говорить не о чем, поэтому, видимо, идёт большая кампания по интернету и по разным, по разного рода, как это сказать, ресурсам, ресурсам, да, что вот, как бы, вот, вот, вот против, да, у нас же запрещают до сих пор там гей-парады какие-то, да, там, вот. Да, по мне, чтобы они уже раз прошли, да успокоились. Ну, нам... Вот это, вот, что уже прошли бы уже, поставили себе галочку в календаре, прошли, всё, и уже больше бы не ходили эти. Про себя хочу сказать, что я вообще на парады, я вообще ни разу на параде не был. Так что мы делаем, я бы тоже туда не пошёл даже смотреть на это дело. Ну, они прошли, были рады, были счастливы, кто-то увидел, кто-то нет. Что из этого делать-то столько всего? Ну, как говорится, чем больше кричат об этом, тем больше как раз интерес к этому и возникает, в общем-то. К сожалению, да. Да, то есть работает принцип от обратного, да. Вот там и проблема. Я же говорю, что как-то всё наоборот у нас, с ног на голову. Звезду сыграйте с клавишами, это будет великолепно. Он тут начинает уже что-то рекомендовать и давать заявки, что играть, что не играть. Значит, Владимир Масликов пишет. Привет, свои огромные привет группе Могол Шудан. Очень люблю, уважаю их творчество. В этом году был на их выступлении в Тамбове на фестивале Чернозём. Вот там-то было круто, особенно когда были песни «Самара, городок» и «Яблочко». Мужики, спасибо вам за отличное выступление. Сегодня вот тоже очень мощно. Рад вас снова слышать. Кстати, а как вам фестиваль Чернозём? Как фестиваль Чернозём? Ну, хорошо, прекрасно. Мы были одним из открывающих, так сказать, этого фестиваля. Нам позволили петь всевозможные песни. И, в общем-то, судя по настроению публики, в общем, выступление удалось. Вот у нас там, нам кричали, аплодировали. Сразу вспоминается анекдот, что когда папа Моль говорит... Знаешь, тебе сказали, сыну своему говорит, папа Моль, и сыну говорят, тебе сколько раз говорили, не вылетай из шкафа. Тоже мне артист нашёлся. Он говорит, пап, ты знаешь, как мне сегодня аплодировали. Давай петь, что это будет? Петь. Так, как я и говорил, мы, значит, играем одно, потом другое, да, поэтому мы сейчас вам сыграем песню, которая проходит у нас под названием... Под названием... Под названием Дальняя дорога. Хорошо. И вдруг Лоза. Как всегда, живой звук в программе. Живые. Здесь сегодня Мангол Шудан. Погнали. Итак. Погнали. Дальняя дорога, и свободы воздух не отнять. Я поехал с Богом, чтобы за свободу воевать. Мама, ты не плачь, я сражался за тебя, и вот... Хрип, лагаркнул, грач, клювом биться, став раскрытый рот. А сабли сзади на угам И испортил мой наряд. Сапоги стянули, но уже бессильная рука. И штука, и штука, и штука, и штука, и штука, и штука. И штука пырнули, чтобы уж тогда наверняка... А воля больная моя, не дождался я тебя... Маша, и штука, и штука, и штука капиталя. И, штука, и штука, и штука, и штука, и штука. Размен на угол. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Позднее зажигание, пишет он Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok В общем-то, она ничего не значащая песня, ни о чём. Но она для нас является, в общем, очень почему-то много любима народом. Да, её, кстати, просили уже неоднократно. Всё, попробуем. Мангул Шаудан, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Если грудь пробита, значит, шито-крыто. Если сверху дама, снизу чёрный туз. Медную монету отдайте людям мне, на неё куплю я водки и нажрусь. Ах, медную монету отдайте людям мне, на неё куплю я водки и нажрусь. У меня вообще-то времени-то нету, у меня вообще-то времени в обрез. Медную монету отдайте людям мне, на неё куплю я новенький обрез. Медную монету отдайте людям мне, на неё куплю я новенький обрез. Черепа с костями тут лежат горстями А еще мне древко кореш подогнал Медную монету отдайте людям мне На нее куплю я черного сутка на Медную монету отдайте людям мне На нее куплю я черного сутка на А путь завьется пламя новых революций И подскажет батько, чем бы я подмог Медную монету отдайте людям мне На нее куплю я спичек-коробок Ах, медную монету отдайте людям мне На нее куплю я спичек-коробок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее следует рассказ о том, что Кто и в чем во всем виноват, как говорится Мы считаем, что во всем виноваты Бумажки с изображением американских президентов Собственно говоря И считаем, что надо их, значит, собрать И изъять, вернее, у всего населения Нашей многострадальной Родины В частности, я живу в Москве Можно в Москве, значит Потому что так, как все Потомки бывшего Советского Союза И, естественно, имеют заначки Так называемые, да? У кого под плинтусом заначка У кого он находится в морозильнике Некоторые прячут, я знаю Мне воры рассказывали В общем-то А у кого-то, значит, в бачке от унитаза Вот, например, завернутый полиэтилен В общем, надо собрать эту кучу всю, значит Облить бензином и поджечь Пусть этот огонь полыхает до самого неба Месяц, два или полтора Ну, сколько наберется, в общем, так А мы продолжим А когда все стухнет Когда все протухнет Когда мировую контру я добью Медную монету отдайте, люди, мне На нее бумажные рублик я копаю Медную монету отдайте, люди, мне Медную бумажные рублик я копаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как-то так Ни о чем песня, да Да, вот ты как и сказал вначале, что песня Ни о чем Ну, она ни о чем Ага Да Угу Знаешь что, значит, ни о чем Это уж ты позволь Дозволь слушателям решать О чем песня или ни о чем Сообщение от Кирилла Дайнега пришло Слушаю эфир, находясь в больнице Уже давно все спят Только я тут светом дисплея всем мешаю Сосед проснулся, одно ухо послушать Попросил наушник Его зацепило А когда я ему сообщил название других песен Он закивал Сидим, слушаем, оккультуриваемся Соседу по палате 67 лет Для меня это не мудрено У меня в целевой аудитории находится Как от трех, значит, так сказать Молодые мальчики и девочки Пляшут, слушая песни Так и, собственно, как вот уважаемый 60-летний человек Скорейшую ему выздоровление Кстати, да Кстати, да Кстати, да Надо обязательно пожелать человеку здоровья В таком случае А говорит, музыка лечит На самом деле Послушай сейчас хорошие песни Потом раз И завтра глядишь И выписаться пойдет Да Вы знаете Так как и на наших концертах Многие пары сходятся Так же и расходятся Вот Но зачастую, в общем-то Все уходят с хорошим настроением В общем Так что я всегда очень доволен И всегда Вот Очень рад Своей публике В общем-то Стараюсь ее не подводить Давай напомним тогда Про концерт Раз заговорил Да, конечно Приходите все 22 октября В клуб Space Moscow На мой скромный юбилей В общем-то Я буду вас радовать Всевозможными песнями Здесь, конечно, сыграть все невозможно Потому что эфир ограничен А там Время будет практически не ограничено Я постараюсь вас удивить Всевозможными Перформансами Вот так я скажу Даже так То есть это не просто будет концерт Это будет еще Ну там масса друзей придет Я понимаю, да Группа Хозе Группа Кого-то Знаки План Ломоносова будет Вот Молодежный коллектив Тайм-аут Тайм-аут будет Вас радовать Всевозможными своими хитами Вот Ведущий Этого мероприятия Стас Борецкий А какие у вас отношения Никаких Я его лично не знаю Понятно Не-не-не Я ничего сейчас говорить не хочу Своеобразный персонаж На самом деле Позвали, чтобы расшевелить Немножко Добавить Я скажу, зачем позвали Мед, да Позвали, чтобы народ на сцену не полез А, ну в общем Крупный мужчина Крупный-крупный Я тебе скажу Крупный и зубы у него крепкие Возможно Ну, я не знаю Семен, это как говорится Ты, видимо, не видел ролик его Он как-то Он человек Он патриот Как он о себе говорит И он не любит ничего американского Вот он Ролик, в котором он заходит в магазин Где продают айфоны Просит у продавца подойти Открыть ему стоечку Достает оттуда айфон А это все снимается Говорит, вот так мы будем поступать Совсем американским Берет айфоны Аполл Потом берет бутылку Или банку какого-то пива Видимо, тоже Не российского Зубами Вот так ее разгрызает Все, пиво разлетается Зубы крепкие у человека Молодец Вот, да Он вот так протестует Мне очень понравилось Ну, а что Я к тому, что готовься Ну, и ради бога Пусть и банки грызет И айфоны разбивает Мне это, в общем-то Неудивительно Потому что я свою жизнь Видал множество Такого, что И рассказать стыдно Даже иногда Самому себе признаться Что я тоже участвовал Во всевозможных Вот Рядом стоял Ну, да ладно Это Дело прошлое Дело прошлое, да Теперь ты как раз Созрел Главное, что я Главное, что я Сохранился И вышел, так сказать Живым из борьбы Из этой вот А дальше Хоть трава Не расти В моей юности В 90-х музыка Монгол-шудан звучала Фоном Не слабым таким фоном Так что я любитель БГ, Нау и т.д Знал их принудительно А теперь с удовольствием Слушаю эти песни И даже думаю На концерт пойти А сегодня Слушаю с большущим удовольствием Пишет Сергей Малеев Взрослеют люди Вырастают люди Сейчас говорю не о Стасе Я Сергея, пардон О Малевине конкретно А вообще в принципе люди, да И то, что казалось им В юности, возможно Не самым привлекательным С возрастом Вдруг раскушивается И становится уже Вполне себе Более того Да еще люди даже На концерт думают пойти Вот как ты относишься К такого рода метаморфозам У тебя у самого такое было Когда что-то тебе Ну, скажем, лет 20 назад Дико не нравилось А сейчас ты это слушаешь Или смотришь Или читаешь Я не знаю И получаешь невероятное удовольствие От этого Несомненно Ну что же Я не человек, что-либо Ну, похож на человека Ну, похож немножечко Да, только вот Только вот Третью руку спрятал Значит Как бы правильно сказать Естественно Когда человек С возрастом Приходит Как каким-то Определенным пониманием Он, собственно говоря Переоценивает Свои взгляды На некоторые вещи В общем-то Вот Я ничего такого Не сказал необычного Но Раньше я был Нетерпим к попсе Например Да Ну, а сейчас я могу сказать Что Она меня как бы И не раздражает Но там что-то играет Если где-то я нахожусь В какой-то компании Я, собственно говоря Даже и Ну, тошнить тебя перестало Да, да А раньше я был Непримиримый борец В общем-то Я, как говорится Опять слово борец Вот И, значит Непримиримый борец Значит С жанром, так сказать Легкой музыки Вот Ну, а сейчас как-то Мне стало немножко пополам Не знаю, что со мной будет 80 Боюсь даже представить С чего я начал И чем закончил Вот А так В общем-то В принципе Я, конечно, апологен Значит Это музыки рок И мне это нравится Я этим всю жизнь занимался И буду заниматься Вот И поэтому Поэтому Дайте Бог здоровья Дай мне Бог здоровья Дайте Бог здоровья Спасибо Давай петь дальше Что это будет? Опять Мне очень нравится Это его позиция Что опять Ну, а чего Конечно Люди хотят песен Люди хотят песен Значит У нас В принципе Ну, давайте сейчас Например Споем песню Вот Да, да, да Может быть Поставим под конец Скажем? Не, не, не Я понял Я думаю Даже объявлять не надо Я уже понял Какой песня идет речь Как всегда Живый звук В программе Живые Сегодня здесь Монгол Шоу Дан Значит Дорогие Уважаемые слушатели Что я хочу заметить Так как мы находимся В живом эфире Короче Чувствую говорю Короче Так как мы находимся В живом эфире И многие Не готовы К восприятию Некоторого Ну, некоторых вещей Таких вот Весьма грубых И необстоятельных В общем Мы решили Эту песню Немножко Облегчить В словах Тем более А я росла И расцветала До семнадцати годов От семнадцати годов Душит девушку Любовь Самара Городов Беспокойная 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 Успокойная Успокойная Беспокойная 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 Восторожная история Продолжение следует... Мы с приятелем на пару Забивали косяки Неужели нас посодить За такие пустяки За пара городов Беспокойно Беспокойно Успокой Меня Сволок у тебя за ноги За обочину в кусты Не любите на дороге Королеву красоты Самары Городок Беспокойно Беспокойно Успокой У У Меня У 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 Спасибо. Большое человеческое спасибо. Тронов. Спасибо большое. Но меня всегда интересовало, почему Юля именно эту песню так любит в творчестве коллектива. То ли из-за королевы красоты, которую на дороге любить нельзя никак. Знаешь, как часто говорят, что женщины смотрят порнушку для чего? Для того, чтобы понять, в конце будет свадьба или нет. Да, ну так говорят, конечно, бред, безусловно, но тем не менее. В любом случае, чего она мне хочет, сейчас секундочку, она чего-то... А, в этом смысле, все разные. Как ты куплеты выбираешь, правда? Все время разные куплеты-то. Ты в голове их перебираешь? У тебя список есть, ты так по списку идешь? У меня список вообще есть. Я, честно говоря, очень увлекался народным творчеством. Я народник, вот. То есть я и слушал Людмилу Зы. Ну, в общем, я знаю все эти золотые кольца. Мне-то все это очень нравится. Их хороводы, березки, все остальное. И как-то раз я, значит, занимаюсь собиранием фольклора, как небезызвестный нам Шурика из кинокомедии Гайдая. В общем-то, я поехал за фольклором в русскую деревню. Боб, сознательно поехал? Прямо искать? Прямо сознательно с диктофоном, в общем-то. У меня тогда появился диктофон. Это уже после компакт-дисков? Ну да, я тогда стал немножко чуть богаче, в общем-то, и приобрел. Вот. И я, значит, видел такую картину, что чем занималась молодежь в деревне, собственно говоря. У нас в Москве это, конечно, неприемлемо, а там это прям каждый вечер было. Я там наслаждался так, что, как бы, наверное, больше я так никогда наслаждался нигде. То есть тема была такая, что два огромных бревна, значит, на одной стороне сидели парни с гармошкой, а на другой, так сказать, девушки, или, как говорят по-деренски, бабы, вот. И они вот как раз только не на мотив Самары-городок, а просто вот исполняли частушки, и время... А, батл такой, батл. Батл между мужчинами и женщинами. Я там наслушался такого, честно говоря, что даже у меня, даже у меня отваливались уши, так сказать, вот. И я это все, значит, записал, вот. И у меня в запасе есть такое, ребята, что ого-го-го. Ну, мы находимся, так сказать, все-таки при цензуре, да. Спасибо тебе большое. Дело не в цензуре. Дело в том, что... Вообще, я тоже считаю, что в русском языке масса интересных слов, которые называются идиоматическими выражениями, и иной раз вставить такие вещи, в общем, было бы не грешно, но у кого-то это получается изящно, у кого-то не очень. Вопрос в том, что даже самое простое, казалось бы, мы сегодня уже говорили, да, о голубятнях, там, это превращается в какой-то совершенно иной смысл. Вот, если говорить о Монголии, я еще раз повторю, наверное, когда-то уже говорил об этом. Ну, сказать вслух не могу, опять же, произнести название того, как это звучит в монгольском языке. Есть такая сеть магазинов национальных товаров, называются эти магазины «Путь к себе». «Путь к себе» — «Путь» — это прямый текст, а «К себе» — это женская часть, на «М». Это на монгольском языке «Путь к себе». И теперь я понимаю, почему слово «М» — это «Путь», а «М» — это «В себя». Да, это к нам пришло от татара, монголы, извините. Ну, у них это нормально, а у нас это в виде шлемат. Вот когда русские туристы приезжают в Монголию и фотографируют эти вывески, ну, прикинь, на русском, они же пишут кириллицей. Ну, конечно. Прямым текстом тебе на магазине. Как только знает хозяин магазина, что русские туристы приезжают, завешивают эту надпись, чтобы, ну, не дай бог, ну, потому что они же глумятся над святым. Понимаешь, в чем дело? Вот, добрый вечер, пишет Иван Терпенчук, сам играю в спортивное «Что, где, когда». На одной из игр озвучивали вопрос, в названии этой рок-группы использовано название одной из восточных стран. Естественно, я дал досрочный ответ, спасибо Монголу Шудану за победу. Спасибо Скородеду за победу. Пожалуйста, так как-то. Угу, надо на машинах «Что, где, как, довцев» теперь вешать наклейку «Спасибо Скородеду за победу». За победу, да. Ну вот, и так, мне кажется, будет очень правильно и логично, и честно, самое главное. Надо бы еще пить. Слушай, мы что-то в первом части мало пели. Ну, давай, тогда мы споем песню про... Про? Песню, которая не имеет названия, но она... Как нет? Ну, я не знаю, я на каждом альбоме пишу это название по-разному, в общем-то. Но в обиходе между собой на репетициях мы называем «Граната», в общем-то, да? А, хоть музыканты поняли, о чем речь. Ну... Просто когда ты говоришь не это название песни, парни так напряглись. На секундочку. Не, ну как, не, ну я же не буду здесь один играть. Для чего мы их всех позвали тогда, так сказать? Монголу Шудан здесь сегодня, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Итак. На поясе болтается «Граната», в руках сжимает знамя красное. На крыльце стоит солдат лохматый, в штабе говорит заразный. Я ему даю пакет с печатями, а он стоит задорно хохочя. Гони этого красного, кричат ему, опять ошибка вышла сгорячья. Гони этого красного, кричат ему, опять ошибка вышла сгорячья. Слят на солнце царские погоны, в руках сжимая знамя белые. Сидит и дитина с Маузером Ановым, а рядом с ним все войско смелое. Говорю, пришел слушать отчизненья, а он стоит задорно хохочя. И в морду баба двинула капризная, опять ошибка вышла сгорячья. На груди моей тельняш кармана, в руках сжимая знамя черное. Меня взяла махновская охрана, и крича слова мне в стороны. И вот хрустя морковкой с лёбкой грозным, на крылечко вышел сам отец. Посмотрел и выдал на березу. Ошибка вышла, точно все, точно все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Волосы у него росли, начиная от бровей, то есть лба не было, да, как говорится, и уходили, так сказать, вот как у серого волка, такой черный такой в позвоночнике, в общем-то, я подозреваю, что там, может быть, даже и был и хвост, в общем-то, как говорится, да, вот. Я никогда, жил я уже, может быть, 10 лет или 12 даже, никогда не слышал от него ни одного слова. То есть сосед, который не разговаривает? Да, он вообще не разговаривал, я никогда не видел, чтобы он пил, с кем-то гулял, с кем-то вообще разговаривал, охотился он только на конкурирующих бабок, которые собирали. Я подозреваю, что бабки пропали неспроста в нашем районе, в общем-то, да, вот. И время от времени, значит, он с сестрой устраивал какие-то жуткие баталии сверху, было слышно, дом был бетонный, вот, и, значит, она в сердцах била бутылки, а для него это прям как кровь, прям в сердце. И как-то однажды, в общем, я, зайдя в лифт, и куда-то мне надо было ехать, короче, я обнаружил, значит, вызвал лифт, и обнаружил, значит, что он стоит, в общем-то. Ну, я как... В лифте. В лифте. Ну, и ладно, сосед, сосед, господи, там, вот, я повернулся к нему спиной, а дело заключалось в следующем, что он жил на шестнадцатом, а я на пятнадцатом, в общем-то. И где-то, минуя между четырнадцатом и тринадцатом, я вдруг услышал за собой его голоса. Назвучало это приблизительно так. Ну, здравствуй, Валерий Скородет. Купил тут кассету. Дорогие у тебя кассеты. Ну, в общем, что вам сказать дальше, короче. Конечно, мое естество сжалось тут же, понимаешь, там, потому что, по идее, должен быть удар напильником в брюк. Как это, сзади, в печень, в почку, короче, там. И я молил Бога, как быстрее доехать, повернуться, и взглянуть в его демонические глаза просто, у меня просто не хватило сил. Такое ощущение, что я, значит, опустился в преисподнюю, в общем-то, короче, там, типа. На самом деле, как потом я выяснил, он ничего плохого не хотел сказать, просто из его нутра звучало это именно так, вот, типа. Я вышел и быстрым-быстрым шагом пошел, в общем-то, куда мне надо. Проверять штаны пошел. А, извините. Нет, я к тому, что в тот раз эта история прозвучала для меня абсолютным громом среди ясного неба. Сейчас звучит так же смешно. А ты с этим соседом потом виделся хотя бы раз, нет? Не, он потом куда-то пропал. Потом, честно, вот, верьте-не верьте, я, в общем-то, не знаю, куда он делся, в общем-то, не знаю. Может быть, его забрали навечно в психушку, может быть, может, он что-то такое натворил. Вот, ну, знаете, как говорится, у них у людей такого тока, плана, в общем-то, у них все-таки и проблемы с, как говорится, с внутренним миром, да. У них свой мир. Он абсолютно свой. Это фантастика. Тот самый внутренний мир, да. Одно прочитаю сообщение с СМС-портала, а потом песенку мне петь. Ну, никак не смогу из больницы на концерт попасть. А где-нибудь можно будет это в записи увидеть? Поздравление на лучшее пожелание любимой группе. Будет писаться этот концерт? Ну, юбилейный, юбилейный-то твой, конечно. Ну, мы к этому подводим-то, ну, все к этому подводим. Ну, вот пока вот еще, вот, как бы, вроде никто не откликнулся, но, в принципе, в планах это и есть, в общем-то. Потому что там, вы поймите, там дело не в том, что вот снять этот концерт, а дело все в том, что как наложить звук, понимаете. Вот это вот звукозаписывающее оборудование, оно достаточно дорогое в аренде. Вот, я не знаю, если у нас найдутся спонсоры, вот, которые смогут нам, значит, вот это дело. Мы, конечно, его запишем и подложим звук под DVD, сделаем прекрасный, в общем-то, не вопрос. Вот сейчас мы это все дело ищем, и все-таки мы надеемся, что 90% успеха все-таки в наших руках. Вот так вот, короче. Это правильно, надо петь дальше. Надо петь дальше. Что это будет? Главное, теперь не удивляется, что надо петь. Ну, привык уже. Ну, давайте, ну, к примеру, давайте споем песню про Боневур. Угу, договорились. Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня Монгол Шудан. Погнали. Почек сабли не обломанный, заточен нож. Патронтаж на месте и флажок трепетит над отрядом. Пошел, мать, пошлет, только нашу мать не нарушу и грянем. Е-е-е-е. Е-е-е-е. Через два патрона папироса с аношой. Атаман и пьян сегодня, значит, небо в бриллиантах. И теперь нам нужен батька, отдых небольшой и грянем. Е-е-е-е. Е-е-е-е. Ты краса, девица, не смотри на косо. Не боюсь, не трогим твои черные косы. Лучше расскажи нам, комиссар, дочка. Где сейчас папаша? Где бы прошлой ночью приготовить на ужин на постели-постели? Женить не найдутся, вон как оборзели. Мало не покажут, и под звезд свеченья про судьбу расскажут свою. Спать начнут пропеть, о, свет наслажденья. Ноздря в ноздрю, ноздря в ноздрю, ноздря в ноздрю. На большой дороге разной нечисти полно. Зарабатываем себе право на существование. Мы уже не люди, мы уж призраки. Давно, но поздно. Е-е-е-е, е-е-е-е-е. Справедливая разруха, это наш конек. Без агония, без власти тяга, кроме равнодушья. Надо лишь покинуть в костерочек уголек. И будет е-е-е-е, е-е-е-е-е. Ты красавица, одевай сапожки. Не боюсь, не тронет твои белые ножки. Проводи до дома, где папашка прячет золото народа. Где он все запачит, а когда поймаем, то располосуем. А и беги отсюда, а не допрессуем. Яблочко движки очень недалече. Прорастут гнилые полоты. Во какая встреча, во как нас шатает. Тоти сюда, тоти сюда, тоти сюда. А не смотри, так хмуро, девица-красовка. Ни боись, не стрельнет, это только плетка. Будет, ведь не больно по плечам девичьим. Маузер-то пуля, с самогом ручничиной. Как, если их развяжут, надоело, хватит. Вот она, тем более, пусть папаню держит. Ты вставай под знамя, твоя власть настала. Будет парохло и жратово. Прибыло полкан, нам облик не хватало. Гуляй, братва, гуляй, братва, гуляй, братва. На спине у Банипура красная звезда. Вау. Ну, только сейчас я глянул на часы и понял, что у нас осталось 10 минут. Всего 10 минут на весь оставшийся эфир. Как же быстро летит время, когда хорошая компашка собирается, хорошие песни. Вот я теперь и думаю, то ли две песни к ряду сжахнуть, то ли ты устал. Нет, давайте поговорим. Я так и знал, что этим кончится. Потому что всякий раз, когда пора петь, он говорит, да? Значит, как Валерий относится к краудфайдингу? Я к тому, что в прошлый раз обмолвился Валерий о новом альбоме. А как идут дела в этом направлении? Может, надо всем анархичным братством, да и поднажать? Сергей Каток спрашивает. Да не, ну, что мы будем, значит, заниматься этим, так сказать, странным для меня делом, в общем-то. В принципе, мы пишем альбом. Вот, так сказать. Зачатки к этому есть. Вот. К сожалению, я вам хочу сказать... Не к сожалению даже, я хочу сказать, что движется просто он очень крайне медленно. То есть, начать-то мы его начали давно, вот. Но какие-то неодолимые вот эти вот, непреодолимые препятствия постоянно как-то... То студия занята, то заболел звукорежиссер, то, значит, то длительные гастроли, то туда-сюда-то мы просто никак-никак не соберемся. Я думаю, что вот после юбилея, после моего все-таки, до Нового года мы сядем, и, может быть, мы его даже и прикончим, в общем, в принципе... Подожди, прикончим его. Не-не-не, надо его завершить. А прикончить-то ты всегда успеешь то, что начал. Я имею в виду звукорежиссера. А, в этом... Да, ну тогда... Тогда да. Я в своем детище разе могу каких-то гневные слова. Вот, и, может быть, да, мы его каким-то образом завершим, и... Ну, в этом году, прошу прощения у своей аудитории, мы его все-таки не успеем выпустить, это по каким-то понятным причинам. Ну, а в следующем году, в начале, скорее всего, да, мы будем с ним, так сказать... Наконец, будет нормальный, качественный звук. Да, обязательно. Наконец, можно уже будет... Ну, Глеб кивает, я ему верю. Наконец, можно уже будет взять, что называется, в руки, ощутить это все хозяйство и взять что-то в ротацию. Ну, как ты можешь лишать радиостанцию свою радио, своих песен? Ну, вот, ну, стыдно должно быть. Ну, вот я взял себя в руки, и, собственно, да, и мы вот все-таки сделали вот с ребятами, да, пять или шесть песен, сейчас уже настолько у меня голова уже закружилась, что мы вот это и делаем. Вот, а так ждите, в общем, я, как говорят, я и сам уже жду, мне уже как-то и самому уже неудобно перед вами перейти. Вот, хорошо, вот то, что я сейчас сказал, это очень правильные слова, когда человек, особенно мужчина, говорит, что как-то неловко, все, значит, он взял себя уже в руки и сделает все как надо, и, наконец, порадует свою аудиторию, аудиторию радиостанции, своих поклонников качественным, замечательно сделанным альбомом. Скажи мне по времени, ну, так, чтобы я так ориентировался для себя, сколько будет по продолжительности та песня, которую ты запланировал на финал? Ну, я думаю, минуты, наверное, четыре. Четыре, окей. Тогда есть чуточка времени, и я, естественно, это время с радостью использую, пардон, с пользой использую, да, ну, так можно сказать по-русски, все-таки можно. Мне бы хотелось просто сказать, во-первых, во-первых, в словах, в строках своего письма, да, во-первых, спасибо, что пришли. Это большой подарок и для нас, и для аудитории нашей. Не первый раз встречаемся в программе, но всякий раз как будто бы снова все. Вот совсем все как будто бы с нуля. Сказать по совести, звучите вы гораздо интереснее, чем раньше, я не знаю, то ли аранжировки другие стали, то ли как-то вы подошли по-другому собственному творчеству, то ли, может быть, заставила тебя нужда, что называется, альбом писать, ну, или записывать в качестве этого хорошего, и ты как-то переработал все это. Но я сегодня для себя открыл заново монгушу, да, группе лет сколько, да, сколько я знаю ваших песен, сколько я их знаю, и сколько я их пел, и сколько мы уже пересекались. Но я для себя открыл сегодня монголов заново, правда. Я уж не знаю, насколько эти слова точно отражают мои ощущения, но то, что я испытал кайф и два часа получил удовольствие огроменного, это чистая правда. И очень надеюсь, что не только я. За это вам огромное спасибо. Ну, и еще кое-что, что не касается сегодняшнего эфира, не касается сегодняшнего эфира, но очень важно для нас, уж прости, я об этом не могу не сказать, 1 ноября в клубе Вольта. Сейчас я, знаете, уберу подложку, чтобы меня услышали все. Нас просили целый год, аудитория своего радио, сделайте концерт, сделайте, мы хотим прийти на живое выступление артистов, сделайте. Вот 26 октября нам исполняется год, а 1 ноября мы для вас устраиваем праздничный концерт, тот самый концерт, который вы просили. Помимо семи групп заявленных, которые в афише, будет одна супер-сюрпризная история. Я вам скажу так, не знает о том, что это за группа даже звукорежиссеры, которые занимаются райдерами. Я, отдавая им райдеры, замазал название этого коллектива. Настолько это секретная история. Мы хотим, чтобы это действительно был сюрприз из сюрпризов. Знает о том, кто будет восьмым коллективом из списка выступающих у нас на концерт 1 ноября. Только я и Юля. Но Юля всегда рядом, поэтому со мной я имею в виду. Поэтому я не дам ей проговориться, а меня только убить можно, чтобы я сказал вслух. И то не произнесу, и то не дам себе такого права. Так что ждет вас, помимо того, что там запланировано еще, и кое-что сюрпризное, причем бомбовское. Итак, 1 ноября ждем вас в клубе Вольта в 6 вечера, начало мероприятия, в 5 сбор гостей. Сообщество, я имею в виду, встреча ВКонтакте создана для этого, и можете вступать в нее. Можно покупать билеты онлайн через кнопку на сайте клуба Вольта. Можно просто в кассу сгонять. Я знаю точно, что большое количество людей уже отписались, кто едет из Минска на концерт. Из Минска, из Архангельска, из Челябинска люди покупают билеты, чтобы приехать на этот концерт в Москву. Москвичи, вам должно быть стыдно, если вы не придете в клуб Вольта 1 ноября. Я думаю, правильно все. Вот услышали, как вы думаете меня? Да. Должны были услышать. Чем закончим? Секрет. Ладно. Ну, в общем, всем пока, до понедельника. Нангол Шудан заканчивает свою программу сегодня секретной песней. Как на грозный терек, да на высокий берег Выгнали казаки сорок тысяч лошадей. И покрылось поле, и покрылся берег Сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, первая пуля, первая пуля попала в гоня. А вторая пуля, да, вторая пуля, вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Этаман узнает, Акаду не хватает. Сотенку пополнит, Да забудет про меня. Жалко только волюшки, Да в широком пулюшке. Солнышко горячего до верного коня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, 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 братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова